На территорию особой экономической зоны портового типа пришел новый инвестор. Контракт был подписан вчера между губернатором Ульянской области Сергеем Морозовым, Корпорацией развития и ЗАО «Созидание». Новый проект предусматривает строительство завода по производству синтетических масел и присадок для турбин атомных электростанций. Проект заключается в восстановлении производства огнестойких жидкостей на территории Российской Федерации, как это было в свое время в Советском Союзе. В силу разных обстоятельств, но связано это с событиями, происшествием в 1991 году, разрывом технологических цепочек, производство прекратилось. Мы восстанавливаем производство, но готовим продукт уже более нового качества. Будущая площадка станет единственной в России, где будет выпускаться продукция для турбин АЭС. Договор аренды земельного участка подписан, завершен первый этап научно-исследовательских работ. Словом, к строительству все готово. Запуск производства намечен на конец 2018 года. Мощность пока мы планируем на уровне 400 тонн, мы исходим из того потребления, которое в конкретный момент времени существует на территории Российской Федерации. Но заранее закладывается на стадии проектирования возможность расширения его до 2,5 тысяч. То есть здесь мы используем новые системы проектирования, новое технологическое оборудование, которое позволяет достаточно быстро нарастить объемы в зависимости от потребления. Общая сумма инвестиций в проект составила полмиллиарда рублей. Город на Волге оказался выгоден инвесторам с логистической точки зрения. Ведь сырье будет поставляться из Юго-Восточной Азии и Южной Африки морским путем. Предприятие, оно полностью соответствует той стратегии, которую мы выбрали для себя в части локализации здесь высокотехнологичных производств, направленных на экспортно-оректированное импортозамещение. Фраза может быть немножко витиеватая, но на самом деле это принципиальная позиция, что импортозамещение может быть эффективно только тогда, когда продукт может быть способен конкурировать на международном уровне. На данный момент инвесторам уже согласован график поставок синтетического масла крупнейшим холдингом страны. Дарья Сударева, Юрий Конихин, Новости Ульянской Правды.